Александр, вот вы говорите, что где-то в возрасте от 35 лет тестостерон начинает падать. Следовательно, к 50 годам он уже значительно снижен. Но при этом очень многие мужчины в этом возрасте, в районе 50-55, бросают свои семьи, бросают своих детей и уходят к молодым. Как так происходит? Следовательно, у них уровень тестостерона должен быть нормальный, раз они побежали по молодым девчонкам. Когда возникает снижение тестостерона, которое проявляется в усталости, в изменении внешнего вида, в появлении каких-то симптомов, которые делает мужчину менее довольным собой, чем он был раньше, он ищет какие-то выходы. Одним из таких выходов он видит смену своей постоянной партнерши, ну, жены, скажем, на партнершу более молодую и более яркую. С одной стороны, ему кажется, что это в глазах окружающих сделает его таким дартаньяном, а с другой стороны, он думает, что новое тело, молодое тело, новое ощущение, его подстегнут и подстегнут вот это его уходящее желание. На самом деле, это всегда показатель дефицита тестостерона. Ну, разве это не хорошо, что вот он нашел выход. Жена его, значит, не пинает, он ушел к молодой повышать свой тестостерон. Ну, во-первых, уход к молодой, это совершенно не означает увеличение количества секса. Может быть, на первых порах это и происходит, но это очень быстро приходит к его норме. Кроме того, надо помнить о том, что если разница все-таки велика и уход был продиктован поиском вот этой таблетки, этого самого хлыста и этого самого стимулятора, то мужчина не может избавиться от страха, тревожного ожидания несоответствия, своего несоответствия вот этой самой молодой женщине. Кроме того, если там присутствует элемент меркантильный, а он там очень часто или присутствует, или, по крайней мере, мужчина задумывается о его присутствии. А почему она меня выбрала, да? Ну да, почему она меня выбрала, он-то ведь про себя все знает. Как бы он себя не обманывал, этот момент присутствует. Плюс чувство вины по отношению к оставленной жене. Плюс конфликт со взрослыми детьми или подрастающими детьми. Все это вместе. Плюс то, что называется неврозом ожидания неудачи. Все это проявляется таким стрессовым потоком, что это даже снижает уровень тестостерона. Понимаешь? Понимаю.